мы продолжаем друзья наше движение едем к месту проживания саши а это недалеко от школы и по дороге стал быть беседным значит саша рассказываете все про себя ну что прилично но это значит саша из иркутска образование какое хорошо два высших российских какие по первому образованию эколог это что-нибудь типа биолога это неплохо такое вполне в нашем таком жанре так и юрист а работали кем охрана труда и экологии то есть человека рассматривался как часть эго-системы и его надо было защищать вместе с как часть можно сказать фауны хорошо так жили вы в иркутске никого не трогали замужем так так значит ребеночек мальчик девочка мальчишка 4-летний богатырь озорной еще какой а папа потише или тоже озор ребенка хорошо то есть вам как бы два озорных достались ну хорошо как мы попали в америка то что случилось предложил поиграть в лотерею потому что он об этом думал он всегда думал сменить место жительства что надо двигаться надо менять что-то а муж по профессии кто муж у меня вообще он изначально по моему геолог горный инженер давайте погромче значит муж горный инженер горный инженер да а работал кем так и работал в иркутске в иркутске а там есть какая-нибудь гора чтобы ее копать он вахтами ездит он не в иркутске даже работает вахтами да и что себе женился в сургутской области работают слушайте это не ближний свет да ездит а в сургутской области что там копают там нет нефть наверно полезные ископаемые да кроме нефти что-то газ нефть ну да ну хорошо значит понятно так так он наверно должен хорошо зарабатывать если газ и нефть ну должен или зарабатывать ну по российским меркам зарабатывает хорошо то есть в иркутске нормально так жили да ну а муж который нормально зарабатывал говорит что-то мне это нефть плохо пахнет а газ тем более и надо куда-то сниматься хорошо стали выиграть в лотерею один год поиграли не выиграли я к этой лотереи относилась скажем так не очень серьезно я не верила что она вообще реально что она существует что можно выиграть вот действительно не верила а английский пока что учили или как с английским слегка учила но как бы не задумывалась о том что он мне пригодится в жизни без экстремизма да абсолютно а может так свое удовольствие он учил он у него есть образование иностранного университета то есть он как бы вполне ничего да то есть у него с английскими языками хорошо так теперь значит когда вы въехали в страну первый раз с вашей лотереи так это был 14 год 14 это был 14 год то есть вы можно сказать 2 года где-то там да так понимаете вы въехали все трое да уже ребеночек был да мы все трое въехали по факту когда мы выиграли я оказалась вообще не готова к этому мужу выиграл кто муж выиграл то есть вы въехали с мужем все так Я была не готова, у меня началась паника от своего рода, как, что, сейчас все заново, язык слабый. В каком возрастном диапазоне так примерно? 30 лет. Сейчас? А тогда было 27? 28. 28. Слушай, молодая девочка, смотри, испугалась. Ну, конечно, потому что из своей зоны комфорта всегда очень сложно выходить. Поэтому, конечно, это было все в новинку, и я действительно очень сильно настаивала, чтобы мы взяли отсрочку, если это возможно. Чтобы что произошло? Чтобы подтянуть язык, подготовиться, морально себя, в конце концов, подготовить к этому моменту. Да, я представляю, сейчас люди нас слушают, которые играют и думают, зачем же она играла? Это же лучше бы я выиграл, так я же, я уже знал зачем. Ну, хорошо. Значит, как вам удалось два года отсрочивать? Официально. Ну, как официально? Что нужно было сделать? Заполнить достаточно много форм всеразличных. Так. Сходите обязательно в миграционную службу, попросите отсрочку и получите ее потом. И отсрочку вам на сколько дали? На два года ее дают. То есть вы могли все это время не присутствовать в стране, не наезжать? Да. Официально разрешено находиться в другой стране. Теперь, значит, ну смотрите, что получилось. Это же вам всем троим как бы отсрочка? Да, всем троим. Прошло два года, вы приехали. Чуть меньше двух. Чуть меньше двух. Муж с мальчиком пока дома в Иркутске. У них еще два года не прошло. Не прошло. Но они собираются уложиться в эти два года? Да, обязательно. То есть вас послали просто вперед немножко? Да, я вперед. Сколько осталось до двух лет? В июне следующего года. Год, два года. Подождите, так это еще целый год до двух лет? Практически. Подождите, так сколько вы прожили тот первый год, первый заезд? Не больше месяца. Вы приехали в четырнадцатом году? В четырнадцатом году мы приехали, заехали, получили грин-карты, оформили отсрочку и уехали. На два года? Я все понял. Ваша... Подождите, ну вот уже два года прошло. Откуда же у мужа еще есть год? Нет, смотрите, документы они оформляются... Мы же были не в начале года, да? В четырнадцатом году. А когда? То есть мы приезжали, это был ноябрь. 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 Да, мы были всего месяц. Да, мы были всего месяц. Оформили, получили грин-карту. Потом мы второй раз заезжали в Америку, уже там месяца через четыре оформляли отсрочку. Я понял. И от этого времени уже два года. Да, от этого времени. Все, 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 я понял. Вам отсрочку дали в июне пятнадцатого, а заезжали вы не первый раз, а первый и второй. Да. А сейчас у вас третий заход. Да. Я понял. Значит, то есть план такой, что вы приезжаете, находите работу, да? Там выучиваетесь на тестера или там как? Конечно. Есть такая часть. Я выучиваюсь. Я выучиваюсь, нахожу работу, начинаю зарабатывать много денег. И там, глядишь, и мужа можно привезти с мальчиком. Конечно, они приедут ко мне. Хорошо. Но они прям собираются тянуть до июня или? Нет, нет. Они, как только я устроюсь, как только у меня, я скажу, что у меня все хорошо и получилось, они тут же приезжают ко мне. Ну, отлично. Отлично. То есть на вас на самом деле большая ответственность. На самом деле, да. Ну, хорошо. Значит, вы знаете, что у нас занятия начинаются во вторник. Двадцатого числа. Двадцатого. Сегодня... Одиннадцатая. Одиннадцатая. Сегодня пятнадцатая годовщина этих событий. Одиннадцатого сентября 2001 года в Нью-Йорке. Да. Значит, вы прилетаете одиннадцатого, а двадцатого через девять дней будет вторник. То есть у вас есть так неделька на то, чтобы... Ну, акклиматизация. Акклиматизироваться. Вы же акклиматизируетесь не по Нью-Йоркскому, а уже по Иркутскому. А Иркутск от нас это сколько по времени? С Москвой сколько? Плюс... С Москвой плюс пять часов. А вот если с Маунтинью, с Сан-Франциско, это получается плюс пятнадцать часов. Ну да, у нас с Москвой десять, и плюс еще пять, пятнадцать часов. Ну, что же, отсыпайтесь, начинайте бодрствовать днем, засыпать вечером. А вы привыкли пахать? Трудиться? Да, обязательно. Ну, хорошо. Так, а вы что-то посмотрели там по тестированию? Вы как-то пытались подготовиться, книжки почитать или там видео мои посмотрели? Конечно. Да? Смотрела видео ваше. На форуме читала. Конечно, книги читала. Элементарные языки, там, допустим, скриптовые посмотрела. Так. Чтобы хотя бы знать область применения есть. Понял, а мой роман вы читали об эмиграции нашей? Я много очень читала, очень много видео смотрела. Видео. Ну, вот прям роман, чтобы... Ну, у меня есть книжка, я написал книжку. Нет, наверное, к сожалению. Нет, она под каждым видео, ссылочка есть. Да, вы ему же скажите, пусть изучает историю эмиграции. Да я шучу, конечно. Вот. Ладно. То есть вы наш зритель. Зрительница. Молчаливый зритель. Все смотрю. То есть комментариев не оставляли. В конкурсах не участвовали. Блогов не ведете. Нет. Но вы хотя бы такая... Не стесняетесь там перед камерой. Нормально. Нормально, что нет. Есть корреляция. Я хочу сказать, что я наблюдал на большом количестве людей, что люди, которые от камеры шарахаются, то есть я им говорю, давай вот сейчас снимемся, поговорим и так далее, которые шарахаются, у них гораздо сложнее идет процесс поиска работы и так далее. То есть это, как бы сказать, чем человек более раскрепощенный и открытый, тем проще ему. А когда он зажат, когда он стеснительный и там еще что-то, и вот он и работу, когда ищет, у него тоже так получается. Все верно. Это же как интервью получается. То есть что на работе, когда ты ездишь, треть интервью наедет. Да, конечно. Стоит на видеокамере. Одно тоже. Конечно. Так что вы знаете о Калифорнии? Благодатный край. Так. Силиконовая долина. Гугл Плекс. Гугл Плекс. Хорошо. Это все знают. Так. Ну, можете пойти там возле андроида, там селфи сделать. Это обязательно. Хорошо. Первый пункт акклиматизации. Рядом с андроидом постоять. Ну, ладно. У нас тут люди, которые приезжают, которые наш канал смотрят, они четко знают, у них план, они знают, что там. Фейсбук, Гугл, там со мной селфи на фоне силиконвалы мой с заставки. То есть они так обходят все. Ладно. Давайте-ка вот мы вернемся к вашим переживаниям. Потому что я знаю, что многие люди, они шок какой-то испытывают. И вам просто не очень хотелось ни в какую Америку, что вам вот так перед их был нужен. Или вам хотелось, но вы не верили, что это возможно. А когда стало возможно, что вы боялись? Вот что произошло? Вот честно, я боялась выйти из своей зоны комфорта. А в чем ваша зона комфорта такая? Когда у тебя есть работа, когда у тебя есть твоя жилплощадь. Все налажено, все определено, прям по времени расписано. Так вы же еще молодая совсем. Понятно, но вот не знаю. Для меня это было, наверное, самое такое вот... Как? 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 Другой язык. В нем... Ну, не сильно я не могу сказать. Я его не учила как второй язык с детства, чтобы быть прям как рыба в воде. В нем пусть. Конечно, тяжело. Плюс... Тогда я еще даже не представляла, кем я буду тут работать. В том плане, что я перспектив для себя не видела. Российские наши дипломы здесь не котируются. Вы понимаете, здесь американские не котируются какая-нибудь? Они все котируются в равной степени. Есть дипломы, есть и хорошо. Кто вам сказал, что они не котируются? Они такие же, как и любые другие. Ну, по крайней мере, вот с юристом-то точно никак. У нас абсолютно разные судебные системы. С юристом, это правда. Но вы и там не работали юристом. Чего вы? Охрана труда очень тесно связана с трудовым законодательством. С трудовое право используется так часто и много. Это правда. Но и в страховании тоже. Потому что контракт страхования – это юридический контракт. Практически вся вот эта работа наша, она все равно так или иначе взаимодействует с юридически, да, то есть договор заключается. Все то же самое. Понятно, но здесь это неприменимо. Потому что наша система кардинально различается. Биология. Я подумала, что биология, она везде одинаковая, абсолютно. Везде, в общем-то, на латыни все это изъясняется. Все вот эти биологические термины, эти же ботанические, экологические термины. Может быть, даже это и будет и перспективно. А как вы на нас-то напали? Вот. Об этом мне помог форум. Я понял. Как вы на форум попали? В попытке найти в интернете истории адаптации людей, которые переезжали с детьми. Подождите, подождите. Это было до выигрыша или уже после? После. После. После выигрыша. Хорошо. Значит, вы читали всякие истории. Но вы решили не ехать там, скажем, в Сиэтл, или в Лос-Анджелес, или там в Северную Каролину, где подешевле, там, я не знаю. А вот сюда почему-то? В вашу школу. Нет, ну подождите, ну кроме школы. Ну вот какие-то факторы были в жизни? Или вы просто в школу временно, а дальше, может быть, дальше уже поедете в Сиэтл, Портванд, Колорадо, там уже по обстоятельствам. Я думаю, что я могу в другой штат переехать. Понял. То есть вам надо просто стартануть? Да, мне надо стартануть. У меня семья, у меня ребенок, я хочу их видеть. Ну? Поэтому, конечно, я, если предложат в другом штате, то, наверное, я и соглашусь. Ну, на самом деле, если вы какой-то опыт приобрели, здесь годик, допустим, поработали, то вам предложат в другом штате, если вы будете искать в другом штате, если вы начнете там резюме рассылать интервью, проходите в другом штате, это к вам. Вам и предложат в другом штате? Это как бы результат целенаправленного действия. То есть, да, уже где ищешь, там и находишь. Все верно. Понял, понял. То есть у вас план такой? Ну, первая причина была, конечно, потому что ваша школа здесь была. Подождите, а почему вы решили, что вот наша школа, это как-то, вы какие-то истории прочитали, понятные вам каких-то близких по образованию или там? Да, на самом деле. На самом деле, да. Истории людей, таких же обыкновенных близких там мне, по духу, и для себя подумала, что действительно, а ведь это огромная возможность, если хорошо учиться, если все сделать правильно, то это огромная возможность. Это не хаос-кипер. О, нет, это не хаос-кипер. Это небо и земля. Знаете, что я вам скажу по поводу возможностей? Люди делятся грубо на две категории грубо. Ну, студенты, или скажем, люди, которые прорываются по жизни в более широком смысле. А студенты, они идут на прорыв тоже, они как бы часть вот этого всего. Есть два типа людей. Значит, есть люди, которые правильные, и есть люди не очень правильные или совсем неправильные. И правильный человек, это тот, который говорит, я должен сделать то, что я могу. Вот я свою часть должен обязательно сделать. Неправильный человек, он находит способ, почему он не делает то, что он должен был бы делать. И, ну вот, у него всегда есть какая-то причина. Поэтому происходит дальше такая вещь. Когда человек свою часть не сделал, к нему не могут на помощь прийти другие люди, которые должны были бы сделать свою часть. Понимаете, вот вы не можете сделать пол автомобиля там, допустим, и дальше сказать, давайте вот сделаем, чтобы он поехал. Потому что движок ставить, допустим, надо было корпус. Вы начали делать корпус, но не доделали. Из-за этого колеса там прицепить невозможно. Значит, движок ставить некуда, и так далее, и так далее. Человек говорит, а что же такое-то, ну что же, я же вот, ну я же хотел. Я реально хотел, но только же вот оно само. Понимаешь? И получается такая вещь, когда человек сам делает свою часть работы, свою. Я не говорю про то, что можно делать полторы и две своих, это отдельный разговор. Ну хотя бы просто свою. То получается, что дальше ему удобно помочь, ему каждый хочет помочь, ему каждый может помочь. И он легко так раз, и сам не замечая того, как просто это все происходит, куда-то там, значит, переходит в новое качество. А когда человек все время ищет способ не делать свою часть, а мы на самом деле наследники очень тяжелого менталитета в этом смысле. То есть вот мы с такого места с вами, где человек постоянно отлынивает. Правда? Есть такое дело. А того, который не отлынивает, да, в наше время его не любили. Говорили, что он выслуживается, что он лижет там кому-нибудь задницу, что он там, я не знаю, чего он там. Но это как бы не одобрялось на самом деле основной массой. Вот. Сейчас тем более, поэтому вот этим людям очень трудно, потому что они выходят как бы с хайвея вот такого замечательного прямого, и начинают там где-то по кустам... По Гравийке пытаться объехать. Почем? По Гравийке пытаться объехать. По Гравийке. Ну, у нас тут Гравийке. Мы, наверное, даже забыли, что такое Гравийка. Дорога. Гравийка. Это грунтовая. Грунтовая дорога. Да, да, да. А, ну что же, грунтовая дорога там уплотненная такая. Как дождь пойдет, так и все. Ну да, во всяком случае вот с прямой дороги не сходить, но это не так просто. Вот как ни странно, идти по прямой дороге не так просто. Хотя, казалось бы, уже проще-то некуда. Проще, чем по прямой-то вроде как. А не скажи, это не наш путь, не наш выбор. Наш выбор такой, чтобы по кустам, чтобы по траншеям, по трубам водосточным. В общем, так, чтобы не сворачивать. Хорошо? Хорошо. Ну давайте. Ладно, давайте я вас мучить не буду. И ребятам давайте привет передадим. Да? Передадим? Конечно, передадим. Все, давайте, передайте привет. Родственники есть кому привет дам? Конечно, мужу, сынишке своему. Так. Ну и, как это сказать, корешам, подписчикам. И всем-всем-всем ставьте, пожалуйста, лайк. Да, нам лайки нужны. Это не просто так. В данном случае нам лайк. Это лишний, так сказать, волшебный пендель в направлении успешной адаптации. Счастливо, ребята. Счастливо. Я надеюсь, что мы с Сашей еще поснимаем дальше. Она нам расскажет о своих первых впечатлениях. Когда немножко придет в себя. Да? Все, договорились. Субтитры сделал DimaTorzok